В самом первом осеннем салоне принимали участие 20 авторов. Сейчас их уже 83. Растет количество работ, растет уровень. Конечно, уже есть определенный костяк, и каждый год появляются новые имена. Скульпторов у нас трое известных нам. Это Хмелевская, Ткач и Одинокая. И вот Покровский появился на сей раз еще. Скульптор, который представил такие три авангардные свои интересные работы, которые тоже, наверное, понравятся многим зрителям. На осенний салон художники представляют произведения, созданные за последние три года. Живопись по-прежнему преобладает, но и графический отдел экспозиции интересен и разнообразен. Вполне возможно, что к следующему осеннему салону изменятся правила приема работ. Они станут немного жестче. Момент поступления работ, конечно, складывается очень печально. У меня в начале картины, вот я как экспозиционер и как член отборочной комиссии могу сказать, что в начале это какофония. То есть ты не понимаешь вообще, что творится. Как будто, знаете, вырывается толпа народа со своим многоголосием, со своими представлениями о жизни. И все это в одно. Смешивается в какой-то один такой клубок. Когда начинаем уже постепенно делать экспозицию и знать, какой художник может рядом находиться с кем, как они могут подружиться по стилю, по направлениям и так далее, даже по интонациям. Вот так как-то собираем эту экспозицию. И в итоге, знаете, проходит время, когда все это укладывается. Ты заходишь в зал и видишь, что это не какофония, а вот такая вот гармония многих-многих высказываний людей о жизни, о творчестве. Ну, для Сергея Упасада осенний салон – это, наверное, самая такая крупная площадка в данный момент, где художники нашего района могут как бы выставиться, показать свои новые работы. Тем более, это обусловлено условиями салона последние там 2-3 года. И то, что он продолжается, наверное, это вот самое главное. Для художника это очень важно в настоящее время. То, что касается нынешнего салона, ну, я бы отметил, что да, своим разнообразием он отличается. Много новых молодых художников с новыми направлениями. Ну, как все в жизни меняется, и в какой-то мере это осенний салон со своим разнообразием, разными, в общем-то, техническими, в общем-то, возможностями. Но он в какой-то мере отражает художественное состояние вообще искусства, и в частности в нашей стране. Вы заметили, вот на этой неделе у нас в городе три больших живописных события. Открылась к 175-летию у нас, Савва Мамонтова, у нас выставка. Открылся осенний салон. Завтра будет в семье на пятом этаже выставка под эгидой торгово-промышленной палаты. Вот такой маленький промежуток времени, неделя. И сразу три, в общем-то, очень хорошие, знаменательные выставки. Есть что посмотреть и куда пойти. И я крайне рад за то, что вот не только работа самих живописцев, а их востребованность появилась. Вот сколько выставок одновременно, просто очень хорошо. При этом осенний салон по-прежнему остается самой престижной для участия выставкой среди художников. Мы раз в три года получаем возможность посмотреть, как сейчас иногда говорят, срез развития разных видов искусства. Сегодня это изобразительное искусство, следом пойдет декоративно-прикладное искусство. И особый наш недавно выделившийся салон, конкурс, посвященный искусству храма. Поэтому чуть-чуть мы успеваем соскучиться по этим замечательным художественным произведениям. Осенний салон – выставка конкурсная, и в одной из номинаций победители выбирают посетители. По их отзывам станет понятно, какая работа понравилась больше всего. Так что не ленитесь писать свои впечатления в книге отзывов. Подведение итогов состоится 24 ноября в 15.00. А продлится осенний салон в главном корпусе и музее заповедника до 27 ноября.